Ай да ярмарка! Ждали, ждали мы тебя! А ждали ты не зря! Задорными песнями и плясками открылась сельскохозяйственная ярмарка в Новом Городе. На проспекте Ульяновском настоящий рай для ремесленников, индивидуальных предпринимателей. Целый год они готовились, чтобы представить свою продукцию. На импровизированных прилавках всё, что душе угодно. Домашнее мясо, овощи, сухофрукты, соленья. Накануне дачного сезона саженцы, рассада разных видов. Мясо покупаем, рыба, саженцы купили, то, что хотели. Вот нигде в магазинах не нашли, а вот здесь нашли то, что нам нужно. Каждый раз ходим, каждый раз. Сегодня утром встали, собрались и рюкзак даже взял. Так что да, ходим часто, часто. В рюкзак мелкие покупки, а вот хрупкие в руках. Как раз такие яйца. В этот раз они на расхват. Ульяновцы готовятся к православному празднику Пасхи. Вот и закупаются впрок. Берут по две-три кассеты домашних, деревенских. К тому же цены ниже, чем в торговых сетях. Пока стоите. Я понимаю, что на работе, но я думаю, можно попробовать. Берите? Спасибо. Отказаться невозможно. Колбасу, сало и мясо Ирзайкин Денис делает сам. Использует всё своё. Домашнее. Для пряного аромата. Веточка, можжевельника, лист лаврушки. Покупатели просят взвесить грамм 500. А в итоге забирают копчёности целиком. Занимаюсь шесть лет этим делом. Занимаюсь по причине того, что у меня занимались эти родители. Ну, этим делом, так сказать. По возвращении с армии пришёл. Понял, что надо чем-то заниматься, так сказать, развиваться как-то. Попробовал поработать на кого-то. Понял, что мне это не нравится, не интересно. И решил заняться, чем у меня занимались родители. На ярмарке настоящий калейдоскоп ароматов. Стоит только отойти от прилавка с копчёностями, как тут же притягивает прилавок с домашней выпечкой. На выбор перепечи с сыром, курицей, творогом – это удмуртская кухня. Чтобы передать вкус на все 100%, супруги Парамоновы выпекают национальные ватрушки в печи. А печь привезли с собой. Всё на дровах, всё натуральное. Печка немножечко прихватывает, но это нормальный, естественный процесс. Вот они вот румяные, вот такие вот бывают у нас красивые, сырные. Люди очень любят наши блюда, особенно сырные и картошные. А главное, просто и доступно – это и есть девиз каждой ярмарки. По информации регионального Минсельхоза, цены ниже розничных на 10-15%. В основном такая разница действительно ощутима на овощи – картофель, лук, капусту. Хотя мы сегодня с вами можем замечать ряд товарных позиций, которые значительно дешевле, даже более чем 15%. Ну, к примеру, сегодня Мишкаемская капуста реализуется здесь на ярмарке по цене 50 рублей. В то время как в многих торговых сетях, мы видим, цена, соответственно, превышает 80 рублей. Горожане решили не упускать моменты – закупиться капустой. Её продавали в самом начале проспекта. Пока зампред правительства области дошёл до точки, машина была пустая. Кто не успел купить, не расстроился, ведь впереди ещё одна ярмарка. Она пройдёт 23 апреля в железнодорожном районе. Александра Никитина и Герман Баранов. Управда ТВ.